Им сверху видно все. В Мурманской области факты нарушения земельного законодательства помогут выявить беспилотные летательные аппараты. Специальная техника в региональное управление Росреестра поступила благодаря госпрограмме «Национальная система пространственных данных». Одна из ее основных задач – получение комплексных сведений о земле и недвижимости с целью реализации градостроительной политики и, соответственно, обеспечения эффективного развития территории. Насколько упрощает новая техника работу специалистов Росреестра, но главное, какие нарушения она позволяет увидеть, в прямом смысле, как на ладони, узнали Мария Савохина и Иван Сладков. Нецелевое использование земельных участков, самозахват и неузаконенные постройки – это неполный перечень нарушений, которые выявили сотрудники Росреестра по Мурманской области за первое полугодие 2023 года. Общая площадь так называемых проблемных земель – 16 тысяч гектаров. Объять столь обширную территорию теперь гораздо проще. С мая этого года беспилотникам Росреестра на территории Мурманской области проведена аэрофотосъемка на территории в 760 гектаров. В июле квадрокоптер запускают над Кировском и подведомственные ему территории. Очередное надзорное мероприятие сотрудники Росреестра провели в районе дачных участков, расположенных у населенного пункта Титан. Запуск квадрокоптера – это только полдела. На земле летательный аппарат должен быть связан с высокоточным геодезическим оборудованием. Квадрокоптер – встроенное оборудование, которое координирует. То есть есть привязка к координатам. Вот именно для получения геодезических файлов нам необходима связь со спутниками. И для того, чтобы эту связь получить, мы устанавливаем геодезическое оборудование. На основе результатов аэрофотосъемки специалисты составляют ортофотоплан. Проще говоря, это фотография местности, размещенная на топографической карте. Такие снимки применяют для определения фактических границ участков, а затем полученную информацию сравнивают со сведениями в Едином государственном реестре недвижимости. «Беспилотный аппарат существенно облегчает работу государственных земельных инспекторов. Мы теперь с легкостью можем обследовать самые трудонаступные места. Нам не нужно карабкаться в горы, нам не нужно бродить по болотам. И с высоты мы видим все нарушения». Незаменима новая техника в работе на земельных участках, для доступа к которым раньше необходимо было отыскать владельца. Теперь же времени на поиски терять не надо. Оператор беспилотника за считанные минуты фиксирует границы участка и объекты недвижимости на нем.